Метод управления Метод управления заключается в том, что вы используете для управления буквы и слова. Значит, смысл управления достаточно прост. Он заключается в том, что вы выписываете перед собой цель управления в виде фразы и расставляете буквы фактически по синусоиде, по вертикальной плоскости, которая перед вами находится. Например, расстояние сантиметров примерно 50. То есть, значит, синусоиды выписываются таким образом, что первая буква находится как бы на оси, вторая буква выше, третья опять на оси, четвертая ниже и так далее. То есть, вы преобразовываете просто линейно написанное как бы по горизонтальной плоскости слово в синусоиду. Гробовой Григорий Петрович, академик многих российских и международных академий, доктор наук, профессор, руководитель отделения прогнозной системы качества аспирантуры государственного унитарного предприятия «Научный центр», председатель комиссии по системному управляющему прогнозированию в Совете предпринимателей при мэрии и правительстве Москвы. Учение Григория Гробового о спасении и гармоничном развитии имеет международный приоритет. Распространяется по следующим областям. Здравоохранение, образование, наука, искусство и культура, религия, прогнозное управление, управление в политике, экономике и социологии. Управление заключается в том, что первая и последняя буква этой фразы – это буквы, соответствующие области моего учения по предвращению возможных глобальных катастроф и обеспечению гармоничного развития. И они имеют серебристо-белый свет, должны иметь в вашем восприятии. А те буквы, которые находятся внутри фразы, просто надо по ним как бы мысленно пробегаться, максимально их высвечивая. Таким образом, когда вы получите максимальное свечение самой фразы в своем восприятии, вы получите то, что вы добьетесь управляющей цели. И в данном методе управления еще максимально выявлено то, как свет вашего сознания достигает именно света, проявленного от других объектов. То есть, если целью управления, например, является восстановление организма, то в данном случае достаточно написать, что необходимо восстановить. И именно восстанавливающий эффект передается сразу же на организм, потому что там вы тоже выписали восстанавливающую цель. То есть, получается двукратное увеличение плотности информации по действию управления. Поэтому данный уровень, который наиболее близок к уровню гармоничного развития мира по факту именно как бы гармоничной синусоидальной организации, именно вертикального уровня восприятия, говорит о том, что если вот, например, мы хотим рассмотреть микроуровень, то можно много раз по синусоиде проводить мысленно зрение, мы можем войти в микроуровень. Таким образом, принцип спасения здесь в том, что мы можем сделать макроспасение даже через микропроцесс посредством данного метода.